За последние 10 лет количество детей с ожирением в России выросло на 10%. Социологи Всемирной Организации Здравоохранения утверждают, что если с этим ничего не делать, то уже к 2035 году это количество увеличится вдвое. 175 миллионов девочек и 208 миллионов мальчиков. Цифра ужасна, не так ли? Поговорим об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Эндокринологии Самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой, кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. К нам в студию можно позвонить. Тема сегодня серьезная. Доктор, тем более детский. Наверняка у мам, у бабушек есть вопросы. 202, 11, 22. Евгения Геннадьевна, а чем отличается детский эндокринолог от взрослого? Ну, естественно, помимо того, что он лечит детей. Вы знаете, наверное, детский эндокринолог от взрослого отличается достаточно сильно. Но, во-первых, представьте себе ребенка, который еще не умеет говорить. Поэтому детский эндокринолог должен так расспросить маму и так осмотреть малыша для того, чтобы иметь возможность поставить диагноз. Поэтому детский эндокринолог должен обладать максимальными знаниями для решения сложных вопросов диагностики эндокринных болезней. Ну и, конечно, череда той самой эндокринной патологии, которая встречается в детстве, несколько шире, чем во взрослой сети. К счастью, очень многих наших пациентов, которые имеют врожденные эндокринные заболевания, мы успеваем дорастить до взрослого периода времени. А давайте немножко расшифруем по поводу эндокринной системы и вообще того, чем занимается врач-эндокринолог. Что подразумевать под эндокринной системой? Вообще есть понятие эндокринной железы. И вообще весь организм, вся работа эндокринной, она контролируется именно эндокринными железами. Самая главная эндокринная железа находится в головном мозге. Это гипофиз. Это руководитель работы вообще всего организма. Наверное, можно так сказать, что эндокринные железы – это оркестр, гипофиз – это дирижер. И дальше мы спускаемся вниз. Щитовидная железа, она определяет всю нашу жизнедеятельность, нашу активность, наше умственное развитие, наши возможности противостоять с трудностям. У детей от этого зависит не только умственное развитие, но как ребенок растет, как развивается, как происходит половое созревание. Чуть ниже спускаемся, и там поджелудочная железа, которая отвечает за нормальный уровень сахара в крови. А еще чуть ниже – надпочечники. Это две парные железы, которые отвечают за уровень артериального давления и за нашу вообще устойчивость к стрессам, вообще возможность наш взаимодействовать с стрессовой ситуацией. И самый нижний этаж – это половые железы, которые определяют тоже очень много в нашей жизни. Прежде всего, конечно, функции деторождения, ну и полностью контролируют тоже все наши жизненные ситуации. Поэтому эндокринология – это такая наука, которая сублимирует в себе очень много вопросов и проблем. Эндокринологи, я хочу сказать, практически универсальные солдаты. Вот у меня создалось ощущение, что ваша специализация – это понемножку сложенные вместе очень-очень многие другие. Да, и больные, которые с эндокринными заболеваниями у нас наблюдаются, частенько, особенно пациенты с сахарным диабетом, да, но их многие специалисты побаиваются, поэтому все болячки у пациентов с сахарным диабетом, которые не с диабетом связаны, лечат тоже эндокринолог частенько. Ну и еще одна важная проблема, которой занимается эндокринолог, она, правда, такая мультисистемная, мультиспециальная, о которой мы сегодня начали говорить – ожирение. Потому что в ожирении, в принципе, 99% причина ожирения – это неправильное потребление энергии, мы больше потребляем, чем тратим. Но ожирение в дальнейшем приводит к расстройству функций очень многих органов и систем. Вот я на эту тему очень хочу с вами подробнее поговорить, но все-таки, если позволите, чуть позже, потому что, наверное, стоит нам всем для начала узнать, какими же эндокринными заболеваниями болеют детки Самарской области чаще всего. Что у нас является проблемой? Когда есть такое понятие диспансеризация. И каждый… Очень хорошо знают наши зрители его. Да, наши зрители знают. И есть определенный возраст, когда ребенок обязательно проходит диспансерное наблюдение. И по результатам этого наблюдения делается рейтинг заболеваний, которые чаще всего встречаются. Но, во-первых, наша область – это зона йодного дефицита, поэтому достаточно часто мы говорим о заболеваниях щитовидной железы. Во-вторых, во втором, так скажем, рейтинге – это то самое пресловутое нарушение массы тела, избыток массы тела или ожирение у наших детишек. Не так часто, но достаточно серьезно – это все-таки сахарный диабет. И в детстве это сахарный диабет первого типа, который требует лечения инсулином. Ну и прочие разные заболевания, коих великое множество. Вот я сейчас тройку ведущих назвала. Действительно идет рост заболеваний у детей в последние годы? Что говорят? Естественно. Вообще в любом случае. Мы сейчас с вами находимся в таком временном континуме, когда мы научились лечить заболевания, их выявлять рано. Поэтому и выявляем мы их раньше, и за счет этого растет заболеваемость, те же самые заболевания щитовидной железы, с которыми мы очень и очень неплохо справляемся. То есть если их вовремя выявить, если назначить соответствующее лечение, да, заболевание у пациента будет, несомненно, но оно будет компенсировано и не будет никоим образом нарушать его жизнедеятельность. Ну и что нам еще неприятно помогает, да, в росте заболеваемости? Две вещи. Это рост аутоиммунных болезней, которые связаны с приходом ковида, к сожалению, да, в нашу жизнь с вами. И он вызывает рост аутоиммунных заболеваний, в том числе и эндокринных, и сахарного диабета, и щитовидной железы, как хорошо, когда в первую волну не болели дети. Мы думали, что хотя бы. Но и нарушение пищевого поведения и физической активности. Здесь тоже играет свою роль и вызывает рост нарушения именно веса. А вот вы сказали, что дефицит йода... А как вообще... Я слышала даже такую мысль. Медики говорят, что дефицит йода захватил всю страну. Как это определилось? Вы знаете, вообще весь мир практически, за исключением некоторых регионов, это зона йодного дефицита. И есть маркеры, на основании которых мы можем свидетельствовать о наличии дефицита йода в той или иной территории. Эти маркеры, они сугубо медицинские. И у нас в Самарской области мы проводили множество исследований. Это и размеры щитовидной железы, и выделение йода с мочой. И вот очень такое важное исследование, оно проводится 100% всем новорожденным детям. Так называемый неонатальный скрининг. Раньше это был четвертый день жизни, сейчас первый-второй день жизни. Из пяточки каждого новорожденного ребенка берут каплю крови, и по этой капле крови определяют уровень гормона гипофиза, который контролирует работу щитовидной железы, тиреотропного. И в норме у каждого новорожденного ребенка уровень тиреотропного гормона должен быть, как и у взрослого. Бывают случаи, когда он слишком высокий, такой у нас есть граница, 50 микромеждународных единиц на миллилитр. И тогда у ребенка диагностируется достаточно серьезное заболевание, требующее пожизненного лечения, врожденный гипотиреоз. То есть это буквально на второй день может определиться. Да, буквально через неделю после рождения. Но, к счастью, таких детей не так много. Это один случай на 3-4 тысячи новорожденных детей. А вот остальная когорта, которая попадает между нормальной пятеркой, 5 ТТГ, верхняя граница нормы, до 50, это вот та группа, которая испытывала дефицит йода во время внутриутробного развития. И в зависимости от того, какая часть таких детишек у нас встречается, мы, потому что не все мамы, к сожалению, йодную профилактику проводят, во время беременности, мы можем говорить о наличии йодного дефицита в разных наших регионах Самарской области. К счастью, большая часть имеет легкий йодный дефицит. И мы к этому приспособились за счет, за многие там тысячелетия нашей жизни. Но у нас есть право бережья Волги. Это Жигулевск, это Сызрань, это Октябрьск, где йодный дефицит средней и тяжелой степени тяжести. А, Евгения Геннадьевна, означает ли это, что, зная вот эти условия, зная эту ситуацию, родителям стоит, ну, для профилактики без назначения купить препараты йода и давать детям? Без назначения все-таки не стоит. С этим может справиться врач-педиатр, это не обязательно детский эндокринолог, потому что прежде чем начать профилактику йодную именно препаратами, мы должны все-таки ребенка осмотреть и исключить, нет ли в структуре щитовидной железы узловых образований, потому что это противопоказание. А вот что может делать каждый родитель без опаски и без проблем? Это использовать в своем рационе йодированную соль. Вот для этого никаких дополнительных обследований не нужно. И йодированная соль таким образом готовится, что в пяти граммах этого продукта содержится минимальное достаточное количество йода. То есть это такая эффективная биодобавка. Да. И на сегодняшний день все продукты, которые вот у нас выпускаются, они тоже выпускаются с использованием йодированной соли. Это программа всероссийской. Непременно обращу на это внимание. Если вы присоединились к нам позднее, чем началась программа, сегодня у нас в студии Евгения Михайлова, главный специалист по детской эндокринологии Минздрава Самарской области, мы сегодня говорим об эндокринных заболеваниях у детей, и мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22, время еще есть. Пожалуйста, звоните. Вы назвали тройку лидеров в эндокринных заболеваниях детей. Ну, и причем даже мы сделали акцент на Самарской области. Скажите, а вот последствия эндокринных заболеваний, ну, такие, о которых, наверное, стоит знать родителям, они каковы? Ну, это зависит, конечно, от заболеваний. От заболеваний, безусловно. Безусловно, да. Но для того, чтобы понимать последствия, нужно знать вообще осложнения, которые могут привести эндокринные заболевания. Если не лечить заболевания щитовидной железы, щитовидная железа – это вообще одна из главных таких, ну, я бы сказала, первая скрипка в оркестре нашего организма. Почему? Потому что гормоны щитовидной железы отвечают за дифференцировку тканей. Вот все слышали понятие «стволовая клетка», да? И она должна потом в кого-то превратиться, потом развиться, стать активной, стать такой нормальной, физиологичной. Вот именно за то, чтобы стволовая клетка, в кого она должна превратиться, отвечают гормоны щитовидной железы. И прежде всего она должна, вот они отвечают за то, как будет развиваться нервная система. То есть если вы хотите, чтобы ваш ребенок был, имел возможность, да, учиться в высшем учебном заведении, чтобы ваш ребенок был активен по жизни, вот здесь надо обязательно следить за функцией щитовидной железы. А вот та самая проблема избыточного веса и ожирения, это путь к заболеваниям во взрослом возрасте, и даже, к сожалению, не во взрослом, а уже и в подростковом. И мы видим такие грозные осложнения ожирения, которые в детстве начинаются, и которые, к сожалению, у многих прогрессируют очень и очень сильно. Это повышение сахара крови, это рост заболеваний сахарного диабета второго типа, которые раньше говорили, не, это только бабушки и дедушки болеют. К сожалению, сейчас мы с 8 лет выставляем такой диагноз. Это повышение артериального давления. У нас есть пациенты и 10, и 12 лет, которые уже вынуждены пить таблетки для снижения артериального давления. Это повышенные риски ранних инфарктов и инсультов у будущих взрослых уже. Конечно, поэтому у нас, к счастью, педиатров мы обучаем, диагностики всех этих заболеваний. Они каждые 5 лет проходят повышение квалификации, и обязательно в рамки повышения квалификации у нас эндокринные заболевания входят, чтобы они видели, чтобы они могли распознать, и вот дальше уже направить в когорту эндокринологов. У нас одно из самых многочисленных, так скажем, количеств эндокринологов на территории Российской Федерации, у нас почти 90% обеспечено с детскими эндокринологами в Самарской области. Прекрасная новость. У нас два учреждения третьего уровня, стационарных, где есть специализированные койки по детской эндокринологии. Мы имеем возможность провести все диагностические мероприятия для наших пациентов бесплатно. А вот вы сказали, что неонатальный скрининг делается практически, только появился малыш на свет, и его уже проверили замечательно. А вот дальше. Часто ли бывает такое, что какие-либо гормональные нарушения мимикрируют под другие состояния? Насколько вообще сложно сразу как-то забеспокоиться об этом? Ну, у нас бывают, конечно же, вещи, которые иногда по незнанию какому-то родители приписывают каким-то состояниям усталости, например. Поэтому надо понимать, на что родитель должен особенно обращать внимание для того, чтобы обратиться вовремя к врачу и не пропустить наличие заболевания эндокринного. Ну, самое грозное эндокринное заболевание, если вдруг мы его пропустили, вовремя не распознали, и уже ребенок приехал в тяжелом очень состоянии, это диабет первого типа сахарный, когда не хватает инсулина. Он имеет очень четкие внешние признаки, его не пропустишь. Ребенок вдруг, несмотря на то, что он хорошо ест, он начинает худеть, он начинает очень много пить. Много это значит 2,5-3 литра в сутки, причем в ночное время. Ребенок ни с того ни с сего стал просыпаться ночью, ходить в туалет, потом обязательно берет стакан воды, ставит его рядом с собой на тумбочку и пьет. Если ребенок маленький и у него все было хорошо с проблемами недержания мочи, то есть вдруг у него в мокрые ночи появляются в ночное время ни с того ни с сего. Да и просто, если вы видите, что ваш ребенок изменился, он стал хуже усваивать программу учебную, вдруг он приходит из школы, если раньше он имел моторчик и мог целыми днями бегать по дому, сейчас он ложится спать сразу после школы. Это может быть признак как повышения уровня сахара, то есть диабета, так и снижение функции щитовидной железы, вот наиболее часто встречающихся. И если вдруг вы видите, что у вас ребенок стал слишком быстро прибавлять в весе, это тоже факт, который мы должны помнить, слишком быстро это сколько? То есть в норме дети ежегодно, мы не говорим сейчас о грудничках, о детях первого года жизни, должны прибавлять 2 килограмма. И если они прибавляют до 4 килограмм, это еще допустимо, но если мы увидели, что ребенок больше 4 килограмм прибавил в весе за год, нужно задуматься и обратиться к врачу. Ну и наконец, каждый родитель должен оценить темпы линейного роста своего ребенка. Опять же, мы не говорим про совсем малышей, потому что тут свои индивидуальные параметры. На первом году ребенок прибавляет 20-25 сантиметров, на втором году 10-15 сантиметров, а вот начиная на третьем где-то уже 5-6, и до периода полового созревания в дальнейшем прибавляет тоже где-то 5-6 сантиметров в год. Если вы видите, что ваш ребенок перестал расти или прибавляет меньше 4 сантиметров в год, это тоже повод обратиться к педиатру для дальнейшего направления к эндокринологу. Мы сейчас все-таки поговорим с вами о том, что медики называют детской эпидемией, это обожирение, но сначала вместе со зрителями покинем на минутку студии и узнаем, что же произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы не виделись. В регионе проходит второй этап диспансеризации для ветеранов боевых действий. Углубленные обследования прошли уже 55 человек. Также военнослужащим и их семьям оказывают поддержку по медицинской реабилитации, санаторно-курортному лечению, льготам в образовательных учреждениях и социализации через спорт. С начала сезона от укусов клещей пострадали почти 400 человек. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом не зарегистрировано. Для снижения рисков в регионе обработают специальным средством более 4300 гектаров. Прививки против энцефалита сделали более 2000 самарцев. В кардиологическом диспансере провели первую в регионе операцию на сердце методом хирургии малых доступов. Клапан заменили не стандартным способом, а через маленький разрез под грудью. Такой вариант стал возможным благодаря новым инструментам. Ранее для выполнения таких операций рассекали грудь. Теперь в этом нет необходимости. В поселке Смышляевка прошел консультативный прием пациентов. Выездная бригада состояла из врачей областного клинического госпиталя для ветеранов, воин, больницы Середавина и кардиодиспансера. Всего помощь получили 49 пациентов. Проект «Забота рядом» направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи. Врачи онкодиспансера провели редкую и сложную операцию по реконструкции нижней челюсти. Индивидуальный эндопротез пациенту изготовлен в Самарском медуниверситете. Хирурги восполнили дефект, восстановили контур нижней зоны лица и жевательную функцию мужчине, перенесшему онкологическое заболевание. В будущем ему смогут восстановить зубные ряды. Мы снова в студии программы «Звоните доктору», а доктор, которому можно звонить, Евгения Михайлова, главный детский эндокринолог Самарской области. Итак, про ожирение детское. Ну, к тому же есть наверняка причины. Почему это так масштабно, мощно коснулось наших детей? Ну, к сожалению, изменился образ жизни наших детей, и характер питания изменился. Если мы вспоминать будем детство детей еще каких-то 20 лет назад, в основном это были спортивные игры, это были прогулки на свежем воздухе. И сейчас, к сожалению, наши дети прикованы к компьютерам, к телефонам, ко многим гаджетам, пытаются в школе увеличить количество уроков физкультуры, но, к сожалению, они вот эту вот гиподинамию тотальную не могут, да, никоим образом пробить. Хотя вот я смотрю вокруг, и работает масса и секций, и кружков, куда можно ребенка направить, было бы желание. И когда я разговариваю с родителями, родителями, чьи дети уже имеют такую проблему, они ссылаются на свою занятость, на то, что у них нет времени для того, чтобы ребенка отвезти, а одного боятся они его отпускать. И, конечно же, вот эта нехватка времени пресловутая, она перевела очень многие семьи на питание полуфабрикатами. А еще хуже, у нас достаточно большое количество выпечки в рационе, причем выпечки сладкой. Посмотрите, куда вы не пойдете, каждые 300-400 метров в пекарне, да, булочные пекарни. Поэтому вот это вот изменение характера, изменение образа жизни, оно, несомненно, приводит к набору массы тела. Мы перестали есть овощи, как таковые, дети не приучены к овощам. Начинаешь, когда разговаривать с пациентами, ну, летом, понятное дело, те же самые томаты, огурцы, вот их дети воспринимают как овощи. А те наши квашеные капусты, да, наш традиционный, там, свекольный салат, это что такое, наш ребенок это не ест, к сожалению. Вот пока мы не вернемся к традициям питания, и питание те же самые, да, наш организм на что нацелен? Щида, каша, пища наша. Вот, вот это тот самый физиологичный рацион при большой физической нагрузке, которую раньше испытывали наши предки и дети, которые 7 лет помогали, да, по дому. Это же попробуй сейчас в школе, я вспоминаю, мы в школе сами мыли полы, там, все делали. Попробуй сейчас заставить ребенка в школе полы помыть. Сейчас, да. Сейчас это. Это и родителям не понравится. Конечно, поэтому нам надо менять вот эти те стереотипы, мы пытаемся их поменять, пытаемся школы для родителей организовывать. Выходим порой на родительские собрания, читаем родителям вообще об этих всех проблемах, но я думаю, что, конечно, родителей нужно в этом заинтересоваться. В первую очередь, конечно же. Евгения Геннадьевна, а почему меня смутила статистика, почему вот все-таки мальчиков-то ожидается с ожирением больше, чем девочек? Есть объяснение? Ну, потому что мальчиков мы любим любых. Мальчики у нас слабый пол, у нас их меньшее количество, поэтому мальчик пойдет по жизни всякий. Ну и, к сожалению, мальчики у нас имеют женское, материнское воспитание, жалестное, да, что как же малыш не доест, мы не доедали, наши дети должны доедать. А девочек, у них ментальность меняется, у них бывают иногда даже другие противоположные проблемы, нарушения, которые связаны с отказом от пищи, с анорексией. То есть девочки после 14-15 лет, они берут себя в руки, они хотят быть красивыми. Понятно. Ну, все знают о том, что ожирение прямой путь к... сахарному диабету. И вы уже сказали о том, что у детей он стал появляться значительно чаще. Но я бы хотела сейчас поговорить о том, какими инструментами вооружились эндокринологи. Существует, насколько мне известно, даже специальный федеральный проект по сахарному диабету. Как вы боретесь с этим? Но, к сожалению, мы пока не можем воздействовать на то, как часто люди заболевают первым типом сахарного диабета, потому что это аутоиммунное заболевание. А вот со вторым типом сахарного диабета есть такой момент, что если первый тип быстро его можно выявить, и он становится видимым, второй тип, люди многие годы могут жить с повышенным сахаром и не знать о том, что они больны, а выявлять диабет уже на стадии осложнений. Вот для этого в рамках федерального проекта используются скрининги, где можно определить уровень сахара в крови в той же поликлинике, определить уровень гликозилированного гемоглобина. Вот это как раз входит в проект, федеральный проект борьбы с сахарным диабетом. И еще очень важный момент, на который я хотела бы обратить внимание, в рамках этого проекта это обучение пациентов с сахарным диабетом правильному образу жизни, питания, поведения. И растет сеть школ. Они доступны сейчас, они есть практически в каждой поликлинике взрослой. Созданы специальные межрегиональные центры. Обучаются в рамках этого проекта и врачи, и педиатры, и терапевты, и эндокринологи. И вот таким образом, внедряя возможность обучения наших пациентов, обучения специалистов по раннему выявлению, это как раз идет направление борьбы с сахарным диабетом. А что касается детства, в рамках этого федерального проекта все больше и больше оптимизируются возможности подхода к лечению, использованию высокотехнологичной помощи. Наши пациенты сейчас имеют доступ к так называемой искусственной поджелудочной железе инсулиновой помпе, которая позволяет оптимально откорректировать уровень сахара в крови. У нас есть федеральная программа, которая бесплатно обеспечивает и помпами, которая обеспечивает расходными материалами к инсулиновой помпе. И последний год федеральная программа финансирует еще и льготное бесплатное лекарственное обеспечение такими средствами, когда не обязательно пальцы прокалывать для определения уровня сахара в крови. А можно 288 раз в сутки измерить сам сахар крови с помощью так называемого непрерывного мониторинга. Датчика, который устанавливается на кожу и показывает не только уровень сахара, но и тренды, то есть движение этого сахара в течение суток. Кстати, к слову сказать, эта программа на федеральном уровне началась в конце 2023 года, а у нас в регионе в конце 2021 года у нас была принята своя собственная региональная программа, и мы уже наших пациентов 3 года обеспечиваем. Самара любит быть пионером, и это в данном случае, конечно же, здорово. Да, это было поддержано губернатором, была инициатива Министерства здравоохранения, и наши пациенты, естественно, на этом фоне имеют большие возможности в компенсации сахарного диабета. Поэтому все, что мы сейчас делаем, конечно, мы делаем для наших пациентов. Евгения Геннадьевна, а можно в одном или в двух словах есть такой секрет, поскольку все уже сейчас будем прощаться, как уберечь детей от эндокринных заболеваний? Будьте к ним внимательны, правильно их кормите, и не лишайте физической активности. Прекрасно. Прекрасный доктор справился с таким сложным заданием. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Со зрителями увидимся ровно через неделю. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин